здесь написано что эти двое не используют друг друга но на самом деле это не так они используют еще как все мы сталкиваемся с этими взаимоотношениями 80 процентов растений находится таких взаимоотношениях с грибом и сейчас я расскажу подробнее например на примере этого конуса можно сказать что это пошло в народ названием березовик большинство видели этот гриб и он как раз состоит в симметрических или взимовыгодных взаимоотношениях с березой также можно сказать что надберезовик это не шутка потому что в корее где береза или заполярье бывают такие случаи что карликова береза ниже чем березовик его шляпка внушает наберется и можно назвать как ни одна щеках над березами посмотрим как же это устроено большая часть гриба находится все таки под землю то что мы собираем это плодовое тело или орган размножения гриба это меньше его часть большая часть находится под землей и может распространяться на несколько километров в радиусе и составлять несколько килограмм по массе от одного гриба также мекариза это как раз взаимодействие корня растения с корнем гриба называется это грица и гриба корень то есть никакой них гриб и риза то есть прорастающие рассмотрим что же такое на самом деле растения потому что мы встретили такие две категории как растения например и что же это такое растение представляется чем-то зеленым потосинтезирующим это зелень но на самом деле это не всегда так например морской слизень релизия способен питаться за счет фотосинтеза он поглощает водоросли и не переваливает их встраивает свой метаболизм и может синтезировать около 10 месяцев пока его снова не понадобится усвоить какое-то количество хлоропласта из водорослей но также то что является растением имеет цветки но не потосинтезирует все равно это растение например заразит у меня цветковая это не потосинтезирующие растение паразит то что он паразит можно сказать потому что у него окраска бледная берется это значит что у него нет хлоропласта что же такое грибы грибы это не всегда подберезовики то есть подберезовик это макро мидзет и таких грибов в общем разнообразии грибов только один процент в основном грибы это микро мидзет например таких пекарские дрожжи или плесень или пекарские дрожжи или плесень то есть плесень это то что мы видим это колония колония представляет из себя огромное количество микро грибов которые взаимодействуют но все таки это отдельные организмы которые составляют колонию которые мы можем видеть но потому что мы видим это не цельный организм а большое количество спорища грибов есть также интересное взаимодействие растения гриба кроме механизма это лишайники лишайники это в целом единый организм состоящий из переплетения грибов и водорослей выглядеть со стороны они могут по-разному они могут быть как накидные рисовать это и густисты вот это мои наблюдения за лишайниками фермерском крае на склоне горы поминенного камня вот здесь мы видим накидной лишайник его очень сложно спутать с другими типами потому что наиболее плотно прилегает каменной породе и часто он бывает именно первопроходцем то есть он образует почву на каменистых склонах он разрушает камни до мелкого измельчения подделяют своими изоидами кислотные соединения которые расщепляют камни постепенно также здесь например я определила что это плодония красноплодная это видовое название решайника и красноплодная она где называется но решайник не могут видеть плоды не такое вообще органы не существует но здесь ассоциация возникла из красной камленности также вернемся к механизм их вообще существует пять типов и зависит это от прорастания гриба внутрь корня растения так здесь красным обозначен гифы или корни гриба это сам поле растения то есть есть это механизм это когда гриб глубоко прорастает в поле растения эффекта механизма это поверхностное обрастание но также существует и особых два семейства растений это архитные и гейского которые совершенно по-особенному представляют кризу вот этот грибокорень у них она специфичная для и семей так например пересковы это брусника брусника голубиха и даже черника это все растение которое произрастает на болотах или ой в лесах именно там поддерживается кислотность почв и растут они неспроста на таких почвах потому что это выгодно их грибу то есть они приспосабливаются к тем условиям на которых можно расти их гриб также есть форма облигатного микогетеродрофа то есть облигатная выбирающий именно такую форму питания миха гриб и троп тропика питания и какие-то троп например подъемник одноцветков это тоже растение паразит полностью питающийся за счет гриба и как мы видим опять же очень легко определить что это паразит у него нет хлоропаста она не зеленая вообще никогда не за это очень выгодно и взаимосуществовать растениями либо так например гереского распространяйся и почти ряд смей на весна на всех континентах значительно объеме представлены а также есть кроме механизм и взаимодействия селись либо растение могут взаимодействовать с бактериями например азотофиксирующие бактерии клубеньковые смейство бобов и бобовые также занимают значительные площади на всех континентах а вот древнее семейство магнолиевых она не ступает симметрические взаимоотношения с грибами с бактериями и занимает некоторые участки континента нашей планеты расскажем об орхиды поподробнее здесь мы можем видеть орхидные женского края это любая гулизная и патчатогорель пятнистый они родственники комнатных орхиды такие как полинопсис многим врачей у них такое же строение цветка правда сам цветок чуть более мелкий но они очень низкие родственники и очень похожи и физиологии и морфологии особенности орхидных в том что многие знают что они живут разная в топе благодаря комнатным растениям но они также присутствуют на большинстве континентах не странно и взаимодействует плотно с грибом особенно плотного взаимодействия проявляется в том что у них микроскопические семена которые не обладают запасными питательными веществами для прорастания и они могут прорасти только в той почве где уже содержится нужный ингрид поэтому также и дальнейшая импетация расти невозможно только в присутствии либо я бы даже если вы встретите пирамском крае например другую листы одна из самых часто встречаемых я не советую вам пересаживать себе на дачу потому что скорее всего эксперимент не удастся она не приживется именно из-за этого симметрического взаимодействия ну и крайние формы взаимодействия орхидных с грибом это паразитическая форма гнездовки стоящий паразит из хлоропила и совершенно особенное растение дельник австралии из антелла гардера а из антелла все свое период вегетации находится под землей как известный и обнаружено она была только в двадцатом веке а точнее 1928 году но не все такие паразиты как мы рассмотрели многие формы растений многие растения или выживут вместе долго и счастливо спасибо за внимание могу выслушать вопросы не было бы известно ответить на суши мы знаем многие обширные симметрические связи между человеком и допустим бактерия а вот существует какая-то симметрическая форма синтезрической связи или паразитической между грибом и человеком именно если брать паразитическую связь то внутри организма а не на его поверхности ну да потому что на самом деле кожа человек содержит вообще микробиом а это кишечный микробиом и микробиом на поверхности кожи в основном это вот два места локации которые населены микроорганизмами при том эти поверхности не могут быть стерильными иначе просто невозможно здоровое взаимодействие человека со средой я знаю что на коже существуют грибы а вот внутреннее эндо нахождение грибов я знаю что это бактерии внутри человека находится на коже он перебылось немного притом они не патогенные это нормальная микрофлора ну и конечно да например для усвоения пищи нам все-таки необходимы именно бактерии они как у травоядных например усвоение целлюлоза и строму происходит только благодаря симметрическим бактериям металла металла металлогерных бактериям вот то есть вот я уже когда вы только на коже если я знаю и все у меня есть вопрос еще было сказано про то что есть эндомикориза и еще взаимодействие которые уникальные а в чем их уникальность ну во-первых их личность данному семейству то есть это особое взаимодействие то есть и подходит именно этот метаболизм растений именно этот набор химических соединений а во-вторых давайте я вернусь к слайду который схематически изображает особенности как раз это эндомикориза орхидных здесь получается анатомия корня представлено корня растений и эктоникориза это поверхностная то есть ну во-первых есть это эндомикориза чередование просто в разные слои корня разные ткани корня ваш врастать например кип гриба разная локация или предприятие образование кубиньков горбускулярные метаизы а вот интересная история а вот интересная история я думаю все что здесь это не просто будь то есть да Кстати, момент можно заметить по этим мартам, что в Винландии, в верхней части располагающейся, она в основном не заселена вообще видами, видами это семейственно представленными. В Винландии большая часть видов это интродуценты, то есть те, которые занесены к человеку. Видовое разнообразие Винландии представляет, по-моему, эндемики, которые там даже не 13%, а остальная часть это все интродуценты. То есть северное расположение, отделенность от мотивовой части позволило им представлять очень скудное разнообразие растительности. И насчет Винландии могу сказать, что да, там очень бедное разнообразие. А насчет Винландии, например, что центральная часть Африки не заселена, но я думаю, что это просто засушливые условия. Опять же, возможно, что там семейство с грибом менее возможно. Опять же, здесь центральная надельковая часть Евразии, думаю, тоже из-за ароидных засушливых условий. У меня тоже вопрос есть в ходе привлечения, в битейские истории. В общем, у меня у дедушки бабушки в деревне, дедушка у меня на себе забыл о березке, потому что он едет, он спустя сколько-то лет, точно я не знаю, начали на счастье и ревью. Вот. Я бы хотел узнать, допустим, в детстве я у себя на даче на фрукту, если в деревне, то сколько мне придется ждать, чтобы я смог потом поесть? То есть, жареные картошечки или с грибами? Ну вот у меня на даче такой простейший эксперимент был. Высушены три сосны, притом две сосны обыкновенные и одна сосна сибирская кедровая, которая еще кедровая, если короче называют, но не совсем правильно. А вот три сосны и буквально под ними уже, то есть они где-то им лет 5-7, они небольшие достаточно, и под ними уже маслята растут. Это тоже грибы-симхронты к соснам маслята. И притом эта связь совершенно стопроцентная. То есть, если некоторое количество сосен высаживается, и они даже не достигают определенного возраста, то это уже стопроцентно, что там будут маслята с ней сосны, потому что на участке в той же деревне, где наша дача расположена, там было высажено несколько сосен. И та же ситуация, несколько сосен сразу же маслята. Еще я могу сказать, что у орхидных, например, есть четкое взаимодействие от возраста древостоя, например, есть вид, называется... В общем, этот вид орхидны способен произрастать только в древостое старше 200 лет, уже спелом древостое. И там появляются... Не могу вспомнить вид названия, но, в общем-то, вот здесь орхидны появляются через определенный период созревания леса. Я думаю, что семиотика — это восприятие психикой. То есть это восприятие или семиотика, возможно, или для животных, или для человека. И притом семиотика, возможно, для символа. Символ — это то, что отражает реальность. То есть, например, семиотика может быть ботанической иллюстрации орхидных, вот это можно разобрать. А просто вот... То есть, отражение уже... Отзеркаленную реальность можно разобрать семиотически, а саму реальность семиотически я не думаю, что можно разобрать. Я ответила? Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ